Использование российских активов для финансирования Украины поддержала нейтральная Швейцария. Совет кантонов парламента страны 7 марта одобрил предложение, которое может позволить использование замороженных в Швейцарии суверенных российских активов для финансирования военных репараций в Украине. Теперь Федеральный совет, это правительство страны, будет работать над созданием международно-правовой базы, на основании которой замороженные средства Центробанка страны-агрессора и активы ее государственных компаний смогут легально перевести в Украину. Факты действительно очень четкие. Россия серьезно нарушила международное право, поэтому она должна возместить причиненный ущерб. Сейчас ведутся международные дискуссии по механизмам компенсации, и Швейцария участвует в них, используя свои знания, навыки и весь свой опыт в этой сфере. Инья Циокасис, министр иностранных дел Швейцарии. В общей сложности Швейцария заморозила финансовых активов, принадлежащих россиянам, примерно на 7,7 миллиарда швейцарских франков. Это 8 миллиардов 800 миллионов долларов США. На всей территории Евросоюза сохраняются заблокированные российские активы на общую сумму более чем 200 миллиардов долларов, но их полной конфискации в ближайшее время ожидать не стоит. Некоторые государства-члены Союза пока что побаиваются изымать российские деньги, ожидая в этом случае аналогичных действий со стороны страны-агрессора. Другое дело – доходы, которые замороженные активы генерируют. В этом году Украина получит от 2 до 3 миллиардов евро в зависимости от процентных ставок. Общая прибыль, полученная от депозитария, может достичь 20 миллиардов евро к 2027 году. Согласно проекту внутреннего предложения Еврокомиссии, Брюссель мог бы присвоить 97% чистой прибыли, полученной от замороженных российских активов Евроклер, и перечислить их в бюджет ЕС. Затем эти деньги выплачивались бы ежеквартально или дважды в год и могли бы быть использованы в пользу Украины в соответствии с различными договоренностями. Из публикации издания «Экономическая правда» со ссылкой на Financial Times. Предполагалось, что деньги используют в качестве компенсации ущерба, нанесенного Украине российской агрессией. Но ЕС может пустить доходы от российских активов и на закупку вооружения для ВСУ. Для этого нужно единогласное решение всех стран-членов Евросоюза. До сих пор мы рассматривали возможность использования этой прибыли для поддержки восстановления Украины. Однако сейчас главным вопросом в Украине является не столько восстановление, сколько предотвращение дальнейших разрушений. Имело бы смысл использовать эти ресурсы для обеспечения дополнительной военной поддержки Украины через Европейский фонд мира. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в публикации на сайте Дипломатической службы Европейского Союза. В Министерстве инфраструктуры Украины считают, что активная дискуссия на Западе о передаче Украине российских активов или доходов от них – это позитивный сигнал. Поэтому Киев рассчитывает начать использовать средства, пока что принадлежащие России, уже к началу 2025 года. Точно можно сказать, что в этом году решения по использованию замороженных российских активов будут приняты на уровне соответствующего законодательства стран-партнеров. Мы уже видим, что это происходит. Я думаю, что мы эти средства в лучшем случае сможем хотя бы частично использовать в конце этого года. Но реалистично это уже следующий год. Постепенный прогресс в вопросе использования российских активов, замороженных на Западе, отмечают и в Украинском Нацбанке. По словам главы НБУ Андрея Пышного, и решения парламента Швейцарии и другие свидетельствуют о том, что формируется глобальное осознание того, что средства страны-агрессора могут и должны быть использованы в качестве компенсации, репарации или для поддержки Украины в войне против российского агрессора. Валерия Никипелова для телеканала Freedom.